Тупо, Мартал Комбат, сражаемся с Соней! Всем привет! Вы на канале Фантомасик, и сегодня мы отправимся в новую, интересную и захватывающую игру под названием My Time at Portia. Разработчик, предоставивший мне ключ от игры, утверждает, что сей шедевр похож на 3D-игру в жанре RPG Star Tew Alley. Так проверим же это! Естественно, начало-начало-то создание персонажа. В этот раз я решил особо не уродовать себя, и получилось примерно такое. Ещё нужно выбрать день рождения, ну, пускай оно будет... 27-го дня весны. А это мы плывём в наш городочек под названием Portia, да? Меня везёт вон какой-то толстенький человечек. Мы приближаемся к Portia. Ого, а тут красиво! Иногда к нам приходят такие искатели приключений, как ты. Хорошо быть молодым. О боже, вы посмотрите на его лицо, не на моё, на того чела. Эх, какой красивый вид. Особенно эта надпись, которая закрывает весь этот красивый вид. Фантомасик! Персли, здравствуйте! Как я понял, этот точенький человечек хочет показать мою будущую мастерскую. Так, сосмотри, у нас там обучение. Shift это бег, ну, естественно. А я даже не успел ничего сделать, прикольно. Меня уже куда-то телепортнуло. Ага, красивая у нас хижина. Её явно надо отремонтировать. Да ладно, ты серьёзно? Держи. Вот письмо от твоего отца. Он попросил мне дать его тебе, когда ты придёшь сюда. Короче говоря, в письме говорится о том, что наш папа бросил нас, уплыв далеко-далеко. Но он оставил свою старую мастерскую, которая укроет нас от дождей и от ветра. А заодно поможет разбогатеть. Персли, в свою очередь, просит нас прийти завтра в торговую гильдию Порти, чтобы мы повыполняли его задание и получили лицензию мастера. Вау, мы так сразу спать, значит, пошли, да? Ой, как же болит голова, всю ночь ветер из щелей дул. Ну да уж, щелей тут, конечно, многовастенько. А где находится гильдия? Вот в чём вопрос. Ага, вот она, звёздочкой помечена. Ух ты ж, а это первый человек, Соня. Так ты новый мастер, тебе принадлежит та мастерская за городом. Ой, прости, где мои манеры? Я Соня. Мы можем с ней поговорить, сделать подарок, спарринг, серьёзно, подраться с Соней? Ну почему бы и нет? Надо всегда производить на себя впечатление. Ну давай посмотрим, что ты можешь. Аккуратно она хочет мне дать по голове. Главное понять тактику. У меня первый уровень, я четвёртый. Ах ты ж. На тебе. Бам, бам её. Видали? Ой, ой, ой. Она напнула меня сильно. А, а, ай. Мало хп, боже мой. Тупо Мартл Комбат, сражаемся с Соней. На тебе по голове, на тебе. Ой, 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 больно, больно. Три секунды осталось. Ой, видали? Я её просто начал камбухами бить. И ничья. Но я почему-то упал. Ну, круто, мы с тобой поговорили. Ух ты, что-то уже куча людей собралось. Всякие Ли, Русса, Марс. Не хочу с ними говорить. Вы только взгляните на меня. Я по воде хожу. Вот это да. Настоящая физика. Всё так и должно быть. А нам по логике сюда. Персли, здоровки. Приятно тебя видеть. Как новоселье? Ну, давайте скажем, что всё очень хорошо. О, боже мой. Что это такое? Там пришло создание. Гомулкул какой-то. Великолепно. Мне нужно сделать топор с киркой и принести их ему. Да-да-да, я знаю, что для них нужен и камень, и палочки. Всё, не хочу с тобой говорить. Зато ты такой Пушкин у нас. Только и делаешь, чтобы было болешь ни о чём. Ух ты, что-то что у нас такое? Эмили. Жизнерадостная девушка с фермы. Внучка Софи. Привет-привет. Я Эмили. Твоя соседка. Приятно видеть в городе новые лица. Заходи как-нибудь ко мне на ранчо. Ну, давайте с ней в камень-ножницы-бумага сыграем. Я ставлю ножницы. Отвечай, сейчас выиграю. Нет, проиграл. Эм, давайте камень, камень, камень ставим. Да блин, ну что за фигня? О, да, я начал выигрывать. Опачки, два раза выиграл. Вы видали? Учитесь как надо. Да, блин, ну и последний раз я всё-таки проиграл. По логике мы способны сделать себе топор в этом верстаке. Да, действительно. Создаём один топорик. А для кирочки нам нужны и дерево, и камень. Однако, надо рубить, чтобы добыть дерево. Стоп, это сундук, да? Да, это сундучок. Я получил поношенные перчатки. Эх, этот сбор ресурсов, как он мне знаком. И в Дон Старве, во всех играх я этим занимаюсь по полгода. А игра-то эта приглянулась не только мне, но и многим другим. А от количества лайков под серией я узнаю. Понравилась ли она вам? И стоит ли продолжать снимать? И да, спешу вам сообщить, что кирочка готова. Приветик, я принёс тебе кирку и топор. Он говорит, что я могу их оставить себе. А в качестве второго испытания тебе нужно сделать каменную печь. О, боже мой. Ладно, ладно, понял, я там всякие верстаки стоят, надо ими пользоваться. Всё, Пушкин нашёлся тут. Ага, на этой штуке мы по логике должны сделать каменную печь. Каталог предметов... Нет, предметы для сборки. Каменная печь, вот она. Эта штука сильно накаляется, так что будь осторожнее. Опять тут гайды всякие, как-то это всё слишком нудно. Разберёмся по ходу дела. Нам, получается, нужно создать каменный стульчик, а создаётся он где-то тут, в стульчиках. Создаём. Теперь, по логике, мы должны его поставить сюда. Та-дам. Почти готово, осталось лишь дерево разместить. Всё, мы это сделали. Убираем всё это дело и несём персли. О, боже, что с водичкой? Видимо, я походил, а она стала грязной. А что это за Антуан? Надо с ним повзаимодействовать. Приветики, я знаю, кто ты. Меня зовут Антуан. Кажется, мы будем часто видеться. Хе-хе. С ним даже спарринг устроить нельзя и в камень-ножницы-бумага поиграть. Ну, наверное, потому что он на работе. Стоп, я только что видел персли. Куда этот засранец смотался? А, вот он где. Отличная работа. Засчитана. О, мне лицензию мастера дал. Мне её нужно отнести в офис мэра и зарегистрировать в мастерскую. После этого я смогу брать обычные поручения. Эх, надо будет с ним поговорить, а вот это, наверное, мэр у нас. Гейл. Да-да-да, знаю, всё, регистрирую мне лицензию. И хватит, не хочу с тобой говорить, как я её назову. Назовём её Фантомасик, так же, как и себя. Нам нужно снова найти персли. А вот и он. Репутация. Ух, как мы повысили нашу репутацию-то. Вот и всё. Теперь ты владеешь мастерской. Твой папа гордился бы тобой. Так, значит, ничего лишнего. Тут выставляют задания для мастерских, а тут рейтинг этих самых мастерских. Ну и поскольку это твоё первое поручение, я не успел прочитать. Ага, а это кто такой? Пришёл тут какой-то кореец. Что ты, моё место рабочее занимаешь? Нет, так нельзя. Вот сморчок же. Это владелец мастерской номер один в этом году. Блестящий предприниматель. Извини, но у нас на сегодня всё. Эй, Персли, у меня для тебя работа. Что такое, Арло? Мы хотим построить мост на Янтарный остров. Хорошо, здесь как раз фантомасик. Ждёт задачи посложнее. Получается, мы должны построить детали моста, используя чертежи папки, а потом прийти на место и собрать мост. Да, есть ещё кое-что важное. Для такого большого проекта, как мост, тебе, возможно, придётся отправиться за материалом заброшенной руины. Опачки, неужели кто-то фонтан почистил? Всё, со спокойной душой можно идти спать. Однако перед этим я по-любому должен поставить куда-то печь. К примеру, сюда. Вот так. Всё, идём спать, а потом работать. Просыпайся, человечек ты сладенький. Этот дом такой старый, мне надо его починить, иначе я не буду высыпаться. А ведь действительно, не выспался, всего лишь на 123 энергии из 205. Ой, как-то тут темновастенько. Видимо, гроза намещается. Вау, сколько нам писем напечатали, офигеть. И Пауль, какой-то особый конвертик. Привет, новый мастер. У меня поручение для настоящего мужика. А если ты девушка, то ничего страшного. Смекаешь, да? Мне нужно три медных лезвия для мебели. И чтоб качество матча, для изготовления этих лезвий понадобится точильный станок. Это всё, что я знаю о ремесле мастера. Ой, точильный станок. Ладно, примем, как-нибудь сделаем. И лучше пособираем ягод заранее, чтобы можно было их съесть и восстановить себе немного энергии. Вау, у меня новый левел. Какой там был крутой звук. И от нас что-то хочет Эмили. Фермер. Привет, соседушка. Есть минутка? Надо с тобой поговорить. Да, конечно, что такое? Мне только что пришел новый ремесленный рецепт из буревея. Это катка, в которую можно выращивать растения. Можешь сделать и проверить, как в ней будут расти растения? Если всё работает как надо, я закажу тебе ещё. Конечно. Спасибо. Вот тут описано, как сделать катку. А это семена для посадки. О, боже мой, как всё сложно. Отныне мы не принимаем заданий, понятно? Нам тут своими делами нужно заниматься. Не то, что мост сделать, а пол себе застроить. Кстати, у нас новый уровень, значит, мы можем что-то прокачать. А как прокачивать? Я думаю, прокачивать вот этот навык. Ускоренная тренировка. Получаемый опыт увеличивается на 5%. Дом, родной, ты готов? Я прямо сейчас тебя модернизирую. Ну, естественно, чини. Красота. И это почини. Провалов в полу больше нет. Наконец-то я теперь высплюсь. Счастье, радость. Правда, дом всё равно какой-то тупой, что ли. Итак, первое задание это сделать 3 медных лезвия для мебели. А перед этим нужно сделать точильный станок. Понятно, где нам сделать точильный станок. Вот он. Точильный камень и запчасти. Боже мой, как всё сложно. Запчасти 2. Металлическое кольцо, которое можно обычно найти в реликвиях и деталях машин старого мира. Понятненько, понятненько. Это наш, как бы, проект, но сделаем мы его явно не сейчас. Лично я знаю об этой игре совсем немного. Но если вы знаете, чем следует заняться вначале, то обязательно пишите об этом в комментариях. А пока я просто побегаю по городу и поищу сундуки со всякими плюшками, которые могут нам понадобиться в будущем. Бегая по городу Перетерия, я точно помню, что где-то здесь, наверное, да, был сундучок и в нём лежало что-то. Да, вот он, вот он. Здесь медная проволока. Неплохо для начала, неплохо. И ещё один сундучок. В этот раз я его случайно нашёл. Ароматное яблочко. Опачки, там что-то сияет. Такое красивенькое-прекрасивенькое. Надо это открыть и посмотреть, что там будет. Видимо, это руины какие-то. Лифт. Потрасить 50 золота, чтобы перейти в другую область заброшенных руин. Текущий прогресс будет утерян. Нет, не надо. А, это заброшенные руины номер 2. Ладно, мне это неинтересно. Ещё рано туда идти. Хочу ещё сундук найти. И по моей памяти я помню, что Динг находится где-то в школе. А школа где находится, этого я уже не знаю. А, вот она где. Видите, часики такие тикают. Значит, нам сюда надо. А дальше надо зайти наверх и вуаля, сундучок. Маленькая сумка. Цива со мной хочет поговорить. Ути, господи, смотрите на его лицо. Бой. Привет, я Цива. Младший брат из братьев Холло. Нас северо. Так что, наверное, у тебя уйдёт время, чтобы всех запомнить. Ха-ха. Ты новый мастер, верно? Я Цива. Люблю рыбачить. Но вчера одна большая рыбина сломала мне удочку. Можешь сделать новую. Не сейчас, извини. Ладно, хватит быть сыщиками заданий и сундучков. Лучше мы познакомимся с шахтами. Единственный недостаток руин, это то, что за них придётся заплатить. Ой. Привет. Первый раз идёшь в руины. Там. Когда ты зайдёшь, я дам тебе очень полезные древние реликвии. Реактивный ранец и сканер. С ними добыча ресурсов станет гораздо легче. Когда выйдёшь, мы их заберём. Эти реликвии очень редкие. Ладно, заброшенные руины. Вы хотите заплатить? Конечно, хочу заплатить 80 голды. Как же иначе-то? Так, с гайд я просчитал, и получается, нам нужно нажать на кнопочку F. Запускаем сканеры. Где же наши реликвии? Вы гляньте, как я красиво выгляжу. Прям синенькое всё такое. Эй, тут реликвии нету. Что за дела? А нет, вот одна, вот одна, смотрите. Ох, копаем прям. Вот она, моя дорогая реликвия. Археолог? Что это? Может, мне стоит спросить в исследовательском центре? А что мне вообще выпало? Я даже не понял. Старый говоритель. Часть вторая. Нет, это мне не нужно, к сожалению. А вот ещё одна реликвия. Красотулечка наша. О, запчасти три дали. О, да, я так счастлив, что у меня есть такая прекрасная вещица, как запчасти. Ой, у меня энергия кончилась. Надо покушать. А как ягоду скушать? Нет. О, вот, я съел её, и мне 20 энергии дали. Видали, да, какой хардкорчик я? Смотрите, вот это последняя реликвия. Мы идём к ней, и всё, хватит на этом. Это потому, как мы уже собрали вроде всё, что нам нужно. Диск данных. А я только не понял, дают ли мне медную руду? Нет, почва, песок, а... Диск данных используется в старом мире для записи большого количества данных. Ну, естественно, это логично. Однако, меди я не получил. Обидно. Выходим отсюда. Пора. Стоп, нам медную руду дали. И оловяная руда. Вау. Вот это я понимаю. Пошло дело, пошла жара. Даже уровень апнули мне. И чем ниже я копаю, тем больше мне медной руды дают. Я, видимо, на залеж какую-то напал. В итоге я уже получил тысячу опыта. Вы видали, да? Жёстко медь добывается. Интересно, сколько у меня уже там? Ага, 65. Ну, думаю, этого будет достаточно. Ладно, давайте порубим немного дерева. Брёвнышки, как много брёвнышек. Это же что-то ещё. Но я этого, к сожалению, взять не могу, пока не сделаю себе сундук. А сундук у нас создаётся как? Вот оно, деревянное хранилище. Создать. Ровно одно. Давай сундучок поставим куда-то сюда. Его можно переименовать и назовём мы его руины. Потому что сюда мы будем класть всякую хрень, которую мы нашли там. Вот как-то так расчистили немного инвентарь. А, тут именно слиток нужно, а не руда. Точно. Тогда мы создаём три медных слитка. Только нам нужно дерево. Как всегда, дерево нужно целые тонны. 42 брёвнышка добыто. Давай, делай мне слитки. Мне заодно надо сделать два точильных камня. Хорошо, хоть мы это способны всё построить. Точильный камень. Та-дам. Небольшой кусочек готов. Однако, куда я дел все эти трубы? Я их не мог выбросить. Вот они. Хорошечно. Поставь их куда-то сюда. Лучше мы поспим, а когда проснёмся, увидим наши готовые медные слитки. Просыпайся, вставай. И ведь действительно они готовы. Красота. Ставим их сюда. И что же? Да, готово. О, да. Точильный станок. Особый предмет. Поставим его прямо так. Ох, красота. А нужно это всё силовым камнем заправлять. А где силовой камень создаётся? Боже мой. Ладно, мне нужно сейчас шесть медных слитков сделать, как я понимаю. И они будут создаваться 15 часов. Ах, обожаю. А пока создавались слитки, я решил заняться постройкой катки, создать которую у меня попросила Эмили. Но не тут-то было. Для её создания нужна доска. А чтобы сделать доске, необходима циркулярная пила. Поэтому я решил забить на это дело и отправился на поиски силового камня в руины, дабы наконец-то смастерить лезвие. К счастью, камень не заставил себя долго ждать, и я нашёл целых 4 штучки. А заодно очень много причудливых предметов. Затем отправился заправлять агрегат и в нём создавать медные лезвия. Однако для кого я их делал, не ясно. Заранее пришлось отправиться на поиски мужичка, забирая у жителей всякие плюшки. Но это было слишком скучно и неинтересно, потому вырезаем это, оставляя только то, как я вручаю заказчику лезвие. Превосходное качество! Ничего другого от тебя и не ожидалось, мастер-хилячок. Ура! Опыт есть, деньги есть, медные лезвия забрали. Зато репутация повысилась. Учитесь, как надо работать. Дальше нужно сделать катку. Малая катка, это для нашей соседки. Вообще, эту игру можно спокойно назвать симулятором жизни. Ведь тут можно делать всё, что захочешь. Строить, копаться, общаться, сношаться и многое другое. А что вы думаете насчёт этой игры? Будет очень интересно посчитать ваши комментарии. А на сегодня всё. Благодарю за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok